Астур глушители для оружия. Ну, я так понимаю, не только глушители, но и всяческие дульные устройства, да? Нет, глушители. Только глушители, да? Для полуавтоматических и слайдерских дуков. О, как. Чего у вас в ассортименте? В ассортименте у нас глушители для всего. Так. Есть классические модели какие-то, как для АК, для R-15, для R-10, там, в 308-м калибре. Еще делаем стандартные серийные модели для Remington 700. Для Blazer. Вот какую резьбу? 18 на 1 право. Это, как правило, на толстом столе, там, 20-22 мм, а он уже идет в 18 на 1 право. В принципе, можем сделать для чего угодно. Для чего скажете. Насколько эффективно? Ну, международный стандарт 24-27 дБ. Ничего себе, это показатель. Также сегодня представили прибор для мелкокалиберных винтовок. С какой резьбой? Ну, в данном случае осталось. У нас их купили все швы, одна-вторая на 20. Ну, можем, опять же, сделать... Любая резьба. Да. Вот он по отношению к классическому выглядит вот так вот. Тоньше, легче. Ага. Ну, и дешевле, вероятно. Дешевле, да. Если базовая версия нашего прибора стоит 6500 гривен, то для мелкока стоит 4500 гривен. Ну, да, это порядок, конечно. Легонькая. 510 грамм. Ну, я не видел, например, глушителя с такими показателями. Теперь увидел. Теперь увидел, да. Гарантию даем 5000 выстрелов. Все как полагается. Гарантийная сопровождение. Обслуживаемый? Да, он разбирается. Да, после 1000 выстрелов они разбираются. До 1000 выстрелов они не разбираются. Они специально зажаты на станке с оправкой, чтобы шалолевые ручки туда лишний раз не лезут. Ничего там смотреть, да? Нет, до 1000 выстрелов нечего смотреть. Это вот, если это базовая версия, то это псевдоинтегральный глушитель, так называемый, в данном случае на артитации. То есть он заходит на ствол где-то сантиметра на 12, да? Да. Да, 120 миллиметров заход на ствол. Вот он. Ага. На картинке. Это он и есть. Стандартная арочная резьба, да? Да. Одна вторая, она за 28. На подходе, кстати, один из наших клиентов, вы можете от него комментарии послушать, он, наверное, минут через 5 подойдет. Отлично. Я выйду его в завету. Отлично. Послушайте комментарии, если вам захочет дать ему жули. Я думаю. Ну вот. По материалам изготовления ты рассказал, да? По материалам это... Это не секрет? Нет, это самая интересная фишка, что вот это посадочное место, оно сделано из титана специального. Ну вот как бы гайка, да? Нет, да, да, посадочное место, где резьба, потому что влучшитель-то надо с усилием запрощить. Ну да. Если его делать там из стали, которая будет в плотности где-то приблизительно в плотности стола, то... Она будет кота от ствола. В итоге она убьет резьбу. Потянет. Да. А эта штучка, она никак не может убить резьбу, у нее плотность немножко другая. А ее можно заменить? Нет, ее заменить нельзя, но еще пока как-то никто и не просил. Заменить на самом деле. То есть для AR-15, допустим, здесь специально сделано место, его можно садить на проставочную шайбу на крыш-вошер. То есть крыш-вошер устанавливается, закрутили, и крыш-вошер еще ему не даст раскрутиться, как бы ты не пытался стрелять быстро. У вас прибор точно никогда уже не открутится. Вот такая вот особенность. То есть и все несущие основные нагрузки части, это нержавеющая сталь полированная. А дальше, если их делать из такого же материала, просто увеличить вес задушителя. Почему это делается? Непонятно. Вот. Сделали для них чехольчики. И вот такая вот штучка интересная. Это наши друзья, вот соседи из Кругира. У них внутри есть такой вот интересный материал. О, композитище. Вот, который заявленный по сертификату температура сгорания 2000 градусов. Ничего себе. И самое интересное, что он там имеет медицинское применение. То есть он не содержит ни асбеста, ни стекловолокна. То есть вот след от газа остался. Копчености, да. И все. Поэтому одеваем на прибор и получаем такое интересное. Штулечку. Которая и светиться в тепловизоре не должна, и руки не обожвет. Никогда. Ну и поверхность защищает, да? И у вас получается резьба-переходники стандартные делаете, да? Нет, мы делаем под стандартные резьбы. Потому что любой переходник у вас располкается. Все отходят.